Как вы помните, мы с Джонни узнали, что мама поехала в Москву за новой собакой. Но из-за моих приколов Джонни подумал, что новую собаку завели вместо него. Он очень испугался и поехал в аэропорт отговаривать маму. И что мне теперь делать? Блин, папа, возьми трубку! Абонент временный... Неужели теперь придётся звонить маме? Ну что, у него все анализы в порядке? Ой, подождите, мне собаки звонят. Да, Оскар. Мама, прости меня, я напугал Джонни, сказал, что у тебя есть другая собака. Скажи, что это не так, он уже едет в аэропорт тебя отговаривать от неё. Вообще-то я не могу сказать, что ты не прав, но вы, наверное, не так всё поняли. Догони, пожалуйста, Джонни, я вам всё расскажу. Хорошо, мам. Джонни! Блин, как далеко он мог убежать своими короткими лапками? Хм, папа! Оскар, ты чего такой испуганный? Нужно догнать Джонни, он поехал в аэропорт, я по дороге всё объясню. Я всё испугаю, я пойду спорю, я накаживаю. Стой! Что, Джонни, стой, у нас тут мама на телефоне. Она хочет тебе кое-что рассказать. Джонни, зайка, ты не так всё понял. Если я не так всё понял, то ты хово эти вкусняшки. Много лет до вас, пока я жила с мамой, появилась собака, Микки. Когда-то я уехала от родителей, а он захотел остаться с ними, ему уже 11 лет. Микки, поздоровайся с Оскаром и Джонни. Привет, ребята! Я прилетела в Москву. Потому что ему делали операцию. Офигеть! А ты когда-нибудь нас с ним познакомишь? Когда ему станет получше, обязательно увидитесь. Ждём с нетерпением.